Сейчас Джо Байден самый непопулярный человек почти везде, где бы он ни был. Взгляните на эти кадры. Вот что сегодня можно было наблюдать в Белом доме. Посмотрите внимательно. Ничего подобного вы никогда не видели. Это президент Соединенных Штатов, в своем собственном доме. Его избегают, и с ним никто не хочет разговаривать. Байден растерянно побрел куда-то, в то время как толпа собралась вокруг Барака Обамы, явно глубоко признательного за внимание. Дальше хуже. Смотреть на это уже гораздо больнее. Вот Байден пытается присоединиться к разговору, активно завязавшемуся вокруг Обамы. Все участники этого разговора, включая Камалу Харрис, вроде бы работающую на Байдена, полностью Байдена проигнорировали. Байден отчаянно пытается привлечь внимание Обамы, кладет руку ему на плечо и даже называет его Бараком, как будто они друзья. Но Обама им пренебрегает. Он ведет себя так, будто Байдена там вообще нет. Спросите себя, видели ли вы в жизни более печальное зрелище? Ах, прекратите, это ужасно. Да, Байден никогда не нравился Обаме. В восемь лет их совместной работы Обама не переставал высмеивать его, как старого белого человека. Он пытался держать Байдена на периферии, вот откуда у него появился счет на Украине. Роковой. Но даже такой надменный человек, как Барак Обама, может притворяться, если это нужно. И в этом суть видеозаписи, которую мы вам только что показали. Обаме больше не нужно притворяться. Самым недвусмысленным образом он может рассказать миру, что он вообще не уважает Джо Байдена. Потому что на данный момент Джо Байдена не уважает никто. Против Байдена обернулись даже самые верные его сторонники в журналистском корпусе. Для президента Байдена перспективы довольно мрачные. Боевые действия за границей, беспокойство на родине, самая высокая инфляция за 40 лет. Заоблачная инфляция съедает повышение зарплат. Почасовой заработок на 5,6% больше, чем год назад. Почти каждый пятый работник заявляет, что деньги заканчиваются раньше, чем приходит следующий чек. Мы имеем исторический уровень инфляции, рекордные цены на бензин, американцы это чувствуют. Падение рейтинга Байдена среди молодых избирателей выражается в двузначных числах, а ведь молодежь была большей частью его коалиции в 2020-м. Тревожность избирателей вызвана не только ростом цены российской военной операции на Украине. Число насильственных преступлений в городах Америки остается стабильно высоким, и проблема на границе усугубляется. Рейтинг одобрения президента Байдена все еще не достиг дна. Весь год он медленно шел на снижение. О, секундочку, поправка, экстренная новость. Похоже, что инфляция настоящая. Она не мимолетна, она действительно делает нас беднее. Преступность и беспорядок тоже настоящие. И знаете что? Похоже, что совершенно бессмысленная война с Россией совсем не так популярна, как мы думали. Вы не предатели, если не хотите ее. Внезапно они стали все это признавать. На протяжении месяцев Байден твердил нам, что во всем плохом вокруг виноват, конечно же, Владимир Путин, и СМИ ему вторили. Но теперь почему-то вдруг перестали. Готовы вновь испытать шок? Посмотрите, как кучка либеральных подхалимов разбивает любимые аргументы Белого дома. Вот оно. Каждый раз, когда речь заходит о ценах на бензин, демократы и президент Байден говорят, что это путинское повышение цен. Конечно же, они пытаются обвинить в скачке цен российского президента и ввод войск на Украину. Но, конечно же, как показывают опросы, многие будут винить президента Байдена. Байден назвал это путинским повышением цен. Но большинство американцев не верят. До промежуточных выборов остается всего несколько месяцев. Инфляция рекордно высокая, и президент возлагает вину на Владимира Путина, называя это путинским ростом цен. Но республиканцы и критики президента не замедлили указать на то, что цены на бензин поднимались еще до того, как Россия начала военную операцию. Белый дом пытается делать и то, и другое. Обвиняет Путина, обвиняет нефтяные и газовые компании. Но американцы просто не согласны. Что? Теперь они нам это говорят? У вас еще не кружится голова? Путина, обвиняет нефтяные и газовые 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 и газовые